Достигай Израиль и весь мир Шалом у врага, возлюбленная! Мира и благословений вам! Продолжайте идти от силы к силе. Дорогая моя Синтия, сегодня мы рассмотрим, почему так важно, чтобы мы, верующие в Иисуса, также понимали Ветхий Завет и еврейские корни веры. Поделись с нами. Это хорошее послание. Я выросла в церкви. В детстве я часто слышала послания о любви Божьей. Но лишь в зрелой жизни я узнала, что Христос – это не фамилия Иисуса. Это правда. Я выросла в церкви, но не понимала Ветхий Завет, не понимала полноту Евангелия. Христос – это Мессия. И с этим связано много вещей, которые позволяют нам понять Его сущность. Это очень важно для меня. Знаешь, милая, если люди не будут знать еврейские корни веры, то их вере не будет хватать основания. Я молюсь, чтобы этот цикл помог вам углубиться в мире и любви к нашему Богу Хашему. Шалом вам, возлюбленные! Шалом Увраха, мира и благословений вам! Баруха Шем, возлюбленные! Да будет благословенно имя Господне! Я рад продолжить сегодня наш цикл о мессианских пророчествах, и это четвертый сезон. Мы углубимся в Слово Божие, в еврейскую Библию, которую мы называем Танахом. Это Тора, Невиим, пророки и Писания. Мы посмотрим на Тору, пророков и другие Писания, вроде псалмов. Мы будем рассматривать пророчества, которые указывали на Мессию и Иешуа. Важно ли это? Нужно ли нам понимать Писания, которые часто скрыты на страницах еврейской Библии? Они были тенями, прообразами, предсказаниями о Мессии. Насколько важно нам, верующим, евреям и язычникам, знать об этих пророчествах сегодня. Я хочу сказать, что Иешуа показал своим первым последователям, что Он Мессия, через исполнение этих древних еврейских пророчеств. Он прошелся с ними по закону Моисея, пророкам и псалмам, показав первым верующим, как эти места Писания исполнились в нем. Писание говорит, что после этого Он открыл их умы, чтобы они поняли древние предсказания, которые Он исполнил. Иисус использовал еврейскую Библию, чтобы показать, что Он был Мессией. Это говорит нам о том, что если мы хотим иметь твердое основание для веры, в то, что Иисус — единственный путь, мы должны понимать, как Он исполнил еврейскую Библию. Ведь если мы не будем понимать, как Иешуа исполнил Ветхий Завет, мы будем думать, что христианство — это просто хорошая религия. В мире много хороших религий. Люди думают так, «Если это хороший человек, я не буду вмешиваться в то, во что он верит». Многие такие люди, которые даже могут называть себя христианами, на самом деле думают, пусть они живут, как живут. Все дороги ведут в одно место, и поэтому они не проповедуют. Иисус сказал, «Я и сам путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иешуа сказал своему народу, «Если не уверуется, что это Я, то умрете во грехах ваших». Я хочу рассказать вам о величайшем искажении, которое можно увидеть сейчас в так называемой христианской церкви. «Я говорю о церкви в кавычках». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи». А Иешуа ответит, «Я никогда не знал о вас». Когда мы говорим о том, что Иешуа исполнил мессианские пророчества еврейской Библии, что он умер на кресте за наши грехи, мы читаем в Деяниях, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иешуа. Иешуа сам сказал, «Если не поверите, что Я, это Он, то умрете в своих грехах». Первыми учениками Иисуса были евреи. Он отправил их из Иерусалима в Иудею и даже до края земли. Когда Павел приходил в новый город, то сперва шел в синагогу. А в послании к кремлинам мы читаем, что Евангелие — это сила Божия сначала для верующего, а потом для язычника. Мы видим, что Иисус исполнил еврейскую Библию. Она указывала на Него. Он — путь, истина и жизнь. Он — Мессия. Он сказал, что нет другого пути к Отцу, как только через Него. И когда мы берем во внимание все эти вещи, что Он пришел, как Иудей, умер, а выбрал двенадцать апостолов, послал их в Иерусалим, как я уже говорил, Павел всегда сначала приходил в синагогу. И, учитывая все эти вещи, сравните их с тем, что происходит сегодня. О чем я говорю? Да вот о чем. Знаете ли вы, что сегодня в христианской церкви есть много людей, которые считают, что неправильно делиться радостной вестью о Мессии с иудеями? Они обвиняют еврейских верующих, вроде меня, в том, что мы сеем ненависть, потому что мы считаем, что нужно делиться радостной вестью Иешуа со всеми. Сначала с иудеями, а потом и с еленами. Павел сказал в послании к римлянам, «Дух Святой свидетельствует мне, что я скорблю в сердце. Я желал бы сам быть отлученным за братьев моих израилетян». Павел желал, чтобы Израиль весь спасся. Павел занимался своим служением язычникам для того, чтобы через язычников возбудить ревность у Израиля и привести его к спасению. Возлюбленные. Мессианские пророчества помогают нам понять, что Иисус — это единственный путь. Он либо единственный путь для всех, либо ни для кого. И вот почему так важно понимать мессианские пророчества, которые мы будем рассматривать сегодня. Они помогают нам укрепиться в понимании. И тогда мы действительно можем обрести откровение. Мы должны понимать, что есть лишь один Бог. И Бог дал лишь один путь к нему. Он пришел в мир, облегшись в человечество через Иешуа, Иисуса. Он прожил безгрешную жизнь. В богословии это называется трехипостасное единство. Иешуа на сто процентов Бог и человек. Он был непорочен, безгрешен. В 33 года Он пошел на крест. Его руки и ноги пробили гвоздями. Ему проткнули Бог копьем. На Его голове был терновый венец. С Его головы текла кровь. Она также текла из ран на спине. Ему проткнули Бог копьем. И в итоге Он вдохнул в последний раз и сказал, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». А после этого произошло самое невероятное событие со времен сотворения мира. Сам Бог умер на кресте за грехи людей. Он сказал, «Если вы придете ко Мне, то спасетесь. А кто не придет ко Мне, будет брошен во тьму внешнюю». У нас есть возможность не только прийти к Иешуа лично, но также понять через изучение еврейской Библии и Божью работу в нашей жизни, через различные способы, которые Бог использует, чтобы работать с нами, как стать Его свидетелями. Мы должны говорить, «Иисус — это и есть путь. Нет другого имени под небом, которым человек может спастись». Я немного на взводе, потому что не могу поверить в то, что слышу. Христианский мир начинает спорить о том, может ли мессианский еврей проповедовать Иисуса другим евреям. Разве может стоять такой вопрос? Либо Иисус — спаситель всего мира, либо не спаситель вовсе. Либо Он умер на кресте ради искупления грехов людей. Является единственным путем к Отцу. Либо нет. Он либо лжец и фанатик, либо Господь. Так что возлюбленная Иешуа, Он — Бог всего мира. Его нужно проповедовать всем племенам и народам. А когда мы изучаем мессианские пророчества, мы убеждаемся, что христианство — не просто хорошая религия. О, нет. Есть лишь один Бог — Бог Израиля. Еврейская Библия — Его святое слово. И в ней мы видим личность Мессии. А когда Мессия придет, как говорит Моисей, каждый, кто не послушается Его, будет отрезан. И я молюсь, чтобы, изучая еврейскую Библию, вы укрепились в вере и не отступили. Если люди начнут называть вас узколобым ненавистником, нет, это не так. Вы не ненавистник. Вы не узколобый. Вы стоите за истину в мире, который сошел с верного пути. Иисус сказал, что путь к жизни узок, и мало кто находит его. Не позвольте миру обмануть вас. Иисус сказал так же, если гнали Меня, то будут гнать и вас. Мы должны понять, что Иешуа — это единственный путь. Я молюсь о том, чтобы, изучая мессианские пророчества, вы укреплялись в вере сегодня и завтра для лучшего благовестия. Хоть мир и будет против вас, вы будете его свидетелем, будете нести его свет всем людям. Именно к этому мы призваны, быть светом этому миру. Источник живой воды Учитывая то, что Равин — еврей, я удивился, когда он в первый день начал проповедовать о еврейском Иисусе. Я сказал, нужно пойти и посмотреть. Я не знал, что бывают хорошие евреи-евангелисты. Будучи евреем, он должен был знать лишь Ветхий Завет. Как евреи, о которых говорит Библия. Он знает ее очень хорошо. У меня возникает вопрос, как это евреи может учиться о Новом Завете. Если вы зададите мне этот вопрос, то я скажу. Он лучше понимает «Ветхий Завет». Мы слышали, что евреи не верят в Христа, но он открыл мои глаза. Это одна из причин, почему я здесь, чтобы услышать человека, еврея, проповедующего мне Христа. Кто из вас хочет сегодня впервые принять решение и отдать свою жизнь Богу? Пожалуйста, поднимите свою руку. Величайшее чудо Иоанна Крестителя состояло в том, что он возвращал людей в Царство, примерял их с Богом. Именно это и делает Равин. Он доверяет Богу. Мы видели, как Евангелие проповедовали в простоте, чтобы люди понимали его и принимали. Если вы никогда не делали этого, но хотите сделать это сегодня, то поднимите свою руку. Надо же, сколько много рук! Мы начали этот цикл несколько месяцев назад. Сегодня у нас уже четвертый сезон. Я начал этот цикл с того, что Матфей и другие авторы Нового Завета, когда говорили о том, что Иисус исполнил пророчества, приводили примеры пророчеств из Ветхого Завета. И часто у нас возникают вопросы, а как именно Иисус исполнил эти слова? Ведь часто, когда мы говорим о пророчестве, то представляем себе что-то, что предсказывает будущее. Но вы должны понять, что многие пророчества, о которых говорит Новый Завет, цитируя фрагменты из Ветхого Завета и утверждая, что Иисус исполнил их, не говорят о том, что это было предсказательное слово о Ветхого Завете. Это не было пророчество, которое являлось предсказательным в типичном значении этого слова. Что же я имею в виду? Например, предсказательное пророчество, это если бы я сказал 13 мая 2073 года на Земле случится величайшее землетрясение в истории. Вот что такое предсказательное пророчество, которое можно подтвердить научно, часто в Новом Завете, когда его авторы используют фрагменты из Еврейской Библии, утверждая, что Иешуа исполнил их, они не говорят, что он исполнил их в том смысле, что это было предсказание из Ветхого Завета. На самом деле, авторы Нового Завета брали указку и показывали, как Иисус исполнил историю Израиля, пройдя через те же вещи в своей жизни. Например, Иешуа был в пустыне, постился 40 дней и ночей, точно так же Израиль ходил по пустыне 40 лет. Иешуа прошел через то же, что и Израиль. Израиль был в Египте. И что же происходит? Вскоре после рождения Иешуа оказывается в Египте. Когда авторы Нового Завета цитируют пророчества Ветхого Завета, утверждая, что Иешуа исполнил их, то они не имеют в виду, что Иешуа исполнил предсказание, но наполнил смыслом историю Израиля. Он прошел в своей жизни через те же вещи, потому что Израиль воплотился в Иешуа, который стал божественным представителем Израиля, его главой. Иешуа прошел в своей жизни через то же, что и Израиль. Мы говорили об этом также в предыдущих сезонах. Мы говорили о типах и образах. Мы рассматривали принцип крови в еврейской Библии, как она несла искупление. На Йом-Кипур они приносили кровь животных в святое святых, выливали ее на крышку милости, которая была над Ковчегом Завета. И Бог не видел грехов своего народа на протяжении года, потому что душа тела в крови, так говорит Господь. Он дал ее нам, чтобы мы могли искупить свои души. Мы рассматривали образы этого. Иешуа, Бог воплоти, пролил свою кровь, чтобы раз и навсегда разобраться с нашим грехом. Мы рассматривали еврейских патриархов, Авраама, Моисея, Иосифа и других. И на основании жизни патриархов мы видели, как Иешуа воплотил в своем служении многие из истин, которые они открыли. Как я уже говорил, история Израиля исполняется в самом Иешуа. В прошлом сезоне мы начали говорить о предсказательных пророчествах. Именно это мы и рассматриваем сегодня. Я советую вам посмотреть первый, второй и третий сезон о мессианских пророчествах. Сейчас у нас четвертый сезон. В прошлый раз, в третьем сезоне, я рассматривал генеалогию Иисуса. Он должен был родиться от Авраама, Исаака и Иакова, быть с потомком Давида. Сегодня мы переходим к новому материалу. И я хочу показать вам, что непорочное зачатие Иешуа, о котором мы читаем в Новом Завете, не появилось из ниоткуда. Сегодня мы увидим, что концепция сверхъестественного рождения, непорочного зачатия и рождения была в еврейской Библии. Мы увидим, что принцип сверхъестественного рождения существовал от основания Израиля. Давайте посмотрим на это в жизни Авраама, с которым Бог заключил завет, который исполнился в приходе Иешуа. Не забывайте, что Бог заключил завет с Авраамом. Он сказал, «Авраам, через твое семя благословятся все народы земли». Писание говорит нам в послании Галатам, что это пророчество исполнилось в Иешуа. Он есть то семя, которое Господь обещал Аврааму, и которое должно благословить весь мир. Давайте посмотрим на то, как это семя пришло в мир. Многие из нас знают эту историю. Бог обещал Аврааму, что через его семя благословится весь мир. Но у Авраама и его жены Сара была проблема. Они не могли зачать. Так давайте же посмотрим на БЦЕ, 18 главу, 1 стих. Выслушайте Слово Божие. «И явился ему Господь у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Я продолжу читать. Далее 9 стих. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь, в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». Не забывайте, что Авраам и Сара были пожилыми людьми. Они уже и не надеялись, но Господь является Аврааму у дубов Мамре и говорит, «Через год у тебя родится сын». Мы продолжим читать. А Сара слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сара были старыми и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сарры прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И Господин мой стар, иначе говоря, неужели я смогу зачать? Не только я уже стара, но и мой муж тоже. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялось Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» «Есть ли что трудное для Господа?» Мне это нравится. «Есть ли что трудное для Господа?» Мы должны запомнить это. «Есть ли что трудное для Господа?» С научной точки зрения, Авраам и Сара уже не могли родить. Но что происходит? В назначенное время, год спустя, она рожает Исаака. Возлюбленные. Это было прообразом сверхъестественного рождения Мессии Иешуа. Часто люди не могут поверить, что Мария сверхъестественным образом зачела Духа Святого и родила Иешуа. Но возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, что этот принцип воплотился еще в жизни нашего отца Авраама. Он был слишком стар для того, чтобы родиться. И Сара тоже. С точки зрения науки, это было просто невозможно. Но Исаак родился сверхъестественным образом. И мы видим высшее проявление этого, когда Мария рожает от Духа Святого, нашего Спасителя. До скорой встречи. С вами был Равин Шнайдер. Присоединяйтесь к нам снова. Вас ждет много интересного. Шалом, возлюбленные. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Арон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры 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 Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Действительно ли Бог контролирует все? В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете правду о силе и суверенности Господа. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Возлюбленная, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисусом. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. Когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.